Доброе утро! Вы смотрите Утро ТВ, и мы вот уже заболтались с нашим гостем. Это Георгий Бадин, популярный блогер Вилыч, который нам расскажет о правах автомобилистов. Здравствуйте, Георгий Вилыч. Здравствуйте. Вы меня уже легендарным перестали называть, стали называть популярным. Я и так, и так. Всяко, всяко, всяко. Мы сегодня хотели бы с вами поговорить о таком нарушении правил дорожного движения, как выезд на встречную полосу. И вот у нас сразу масса вопросов. Николай из Каменско-Уральского пишет, что он побывал в Артемовском, и там, значит, инспектор оформил на него протокол за выезд на встречку. В протоколе Николай указал, что хочет, чтобы дело рассматривалось у него по месту жительства в Каменско-Уральском. Однако же инспектор, тем не менее, передал дело в Артемовский, и ему пришла повестка именно в Артемовский суд. Имеет ли, спрашивает Николай, право на суд по месту жительства? Прав ли инспектор? Что ему сейчас делать? Ну, действительно, водитель имеет право в протоколе, там есть специально выделенная строчка, заявить о том, что он желает, чтобы дело рассматривалось по месту его жительства. И, в принципе, ему отказать удовлетворение такого ходатайства будет неверно. Однако, рассмотрение такого ходатайства по судебной практике может произвести только мировой судья. Поэтому, в принципе, инспектор правильно сделал, что передал материалы дела в мировой суд. А дальше наш зритель, он может либо просто сидеть и ждать, пока материалы дела мировой судья должен увидеть эту строчку, где он там написал, и передать по месту его жительства в Каменско-Уральске. Либо волноваться по этому вопросу и как-то созвониться судью и сказать, я в этом ходатайство, все будет нормально, переправить ли эти дела, скорее всего, успокоит. Если же мировой судья не обратит внимания на это ходатайство и вынесет какое-нибудь решение, но если там встречка, то наверняка это какой-то период занятия фитнесом, то, в принципе, такие решения, они довольно легко отменяются даже на уровне областного суда, не говоря, что Верховный суд отменяет 100% таких неправомочных решений. То есть, я правильно понял, что инспектор поступил правомочно, а вот что дальше с судьем, это в зависимости от того, что решит судья. Если передаст дело в Каменск по месту жительства, то будет суд справедливый и честный. Если сам решит без, так сказать, приглашения, то можно будет обжаловать, да? Да, то нужно обжаловать, я говорю, выигрыш фактически 100%. Спасибо. Вот тоже, что касается также выезда на встречку и справедливости суда. Андрей из Ревды описывает следующую ситуацию. Выехал из двора на дорогу с односторонним движением, получилось против шерсти. Но знака, то, что я выезжаю на односторонку, не было. Тут его, естественно, встретили, радушно приняли, отобрали права, и теперь предстоит суд. За что судить, если знака не было, спрашивает Андрей, меня точно лишат или есть шанс остаться с правами? Ну, по поводу справедливости суда, суд, откровенно говоря, не всегда должен быть справедливым. Самое главное, он должен быть законным. Что касается знака, то в соответствии с нашими национальными стандартными ГОСТами, допускается не вывешивать знак при выезде из двора, если в этом дворе не сквозное движение. То есть попасть в этот двор можно не иначе, как с этой улицей. Очевидно, наши законодатели предполагали, что человек, раз он с этой улицы попадает во двор, то он уже помнит, что на этой улице одностороннее движение. А то, что там водитель может замениться по ходу? Вот вы уже переходите к ответу на вопрос нашего зрителя, может ли он остаться с правами. Значит, с правами он может остаться, на мой взгляд, в двух случаях, и то это не обязательно. Если, во-первых, он докажет, что он попал в этот двор каким-либо другим образом, что двор имеет сквозное движение, и он с другой стороны заехал, и не мог знать о том, иначе, что на этой улице режим одностороннее движение. Либо он докажет, что он не заезжал на этом автомобиле в этот двор. А только выехал. А только выехал. То есть он сел на стоящий автомобиль, то есть, скажем, у него супруга, к примеру, приехал к подружке в гости. Там слово за слово они решили что-то отметить, позвонили ему, приедь, увези меня. Он пришел первый раз, не знал ничего, пришел пешком. То есть со своим табором нужно приходить в суд со свидетелями. Ну, вот где-то такая доказательная база должна быть. Вот фотография у нас появилась на проекторе, мы как раз по этому поводу хотели задать вопрос. И, собственно, даже вот с этого, видимо, места. Наш зритель Никита из Екатеринбурга пишет, что ехал по Фурманово в сторону улицы Шаумяна. Впереди была пробка из двух рядов автомобилей, которые ехали прямо и направо. Ему нужно было налево, там, мы знаем, расширяется немножко движение до трех рядов. Но он не стал ждать, а вот так вот одним колесиком по встречке, так проехал в свой третий ряд, встал, поворачивающий налево. Ну, инспектор, видимо, к нему подошел. А, нет, инспекторов не было, но он спрашивает, если бы они были, лишился бы он прав. Ну, на мой взгляд, это стопроцентная встречка, то есть это стопроцентное занятие фитнесом, пешими прогулками или переход на общественный транспорт. Судебная практика обычно такая, что независимо, насколько выехал автомобиль на встречку, вот это однозначное лишение прав. Но в крайнем случае что-то как-то можно судью убедить, что там при повороте налево, вот через сплошную, он там задним колесом водитель не рассчитал и наехал. Вот, но незначительный участок. Ну, в данном случае, ну, давайте будем смотреть. Вот имеется встречный автомобиль, который едет по своей полосе. И вдруг неожиданно перед ним он видит автомобиль, который одним колесиком выехал на встречку. И вот если произойдет столкновение таких автомобилей на встречной для данного автомобиля полосе, то кто будет виноват? Ну, естественно. Был, который двигался по встречке. Поэтому это нарушение. Можно я от себя еще немножко добавлю? Когда разметки не нанесено. Вот опять такая же ситуация, когда дорога из двух полос перед перекрестком превращается в дорогу из трех полос. Разметки нет. В какой момент можно выезжать в эту третью полосу? Значит, для этого имеется пункт 9.1. Что водитель должен разделить условно дорогу пополам. При этом то, что слева от него, это встречная полоса. Если он, глазомер у него недостаточно, и он разделит дорогу пополам так, что на самом деле он окажется на встречке, и произойдет ДТП, то приедут сотрудники ГИБДД, рулеточками замерят, где произошло столкновение, поставят крестик. Если этот крестик окажется на встречке, то есть глазомер водителя поднял, то, естественно, опять же в ДТП окажется виноват он. Но отсюда, то есть опять переходя к административному правонарушению, то есть фактически он оказался на встречке и, скорее всего, будет наказаться в соответствующем. Георгий Бадин, представитель комитета по защите прав автомобилистов, был у нас в гостях. Спасибо вам большое. И до встречи через неделю. Через неделю в это же время 7, примерно 30 минут утра. Да, мы напоминаем, что Георгий Бадин отвечает на ваши вопросы. Если вы что-то пропустили, ищите ответы в интернете. Также мы их выкладываем на YouTube и на нашей страничке в социальной сети. Заходите, задавайте свои вопросы. Вы также можете через специальную форму на сайте obltv.ru. Ну а сейчас обзор новинок DVD для тех, кто уже, может быть, лишился прав и, что называется, занимается фитнесом.